всем привет ребята сегодня я по городу и мы идем по крымскому мосту сейчас поснимаю вид с одного стороны моста а потом на другую сторону и дальше у нас будет интересный марш так что поехали кстати ребят я раньше ходил от метро табрынска до октябрьских пешком ну и как-то заметил что это очень близкое расстояние сегодня я для интереса за все время в общем ребят если выходить из метро добрынинской идти до октябрьской то пешком то ровно 10 минут ребят даже 9 минут если точно с копейками в общем 10 минут округляем и все это от метро добрынинской до октябрьский я дошел хотя раньше мне казалось ребят что расстояние очень большой так ребята эту сторону не пойдем поснимаю сейчас тут с моста вид и потом пойдем на другую сторону моста вон туда потому что у меня в планах интересный маршрут ребят в общем вот какой у нас вид здесь это вид с крымского моста ребят прямо у нас парк находится но по парку я уже нагулялся в коломенском поэтому сейчас я хочу походить именно по городу вот такой вот парк у нас и вот такой вот ребят замечательный вид ну и сам собственно крымский мост с этой стороны достаточно большие колонны все ребят топаем назад быстро переходим на другую сторону и двигаемся по моему маршруту по трассе и сам придумал сегодня я пойду там где собственно я еще ни разу не ходил пешком как обычно ходим в таких местах где в принципе еще не были ну а потом как-нибудь тоже зайдем в этот парк парк горького как-нибудь зайдем но в другой раз потому что хочется погулять по городу в принципе мне нравятся мосты и вот интересно мосты поснимать тоже строение такие большие достаточно кстати я вижу тут подсветка на мосту дать ночью вот этого включать подсветка наверно хорошо светит и красиво сейчас спустяемся и на ту сторону если получится ребят покажу вам ту улицу у меня был канал кстати там я придумал различные загадки эти загадки на улице москвы были там типа нужно пройти по улице и найти то есть и отгадаешь загадку вот возможно мы сегодня побываем там а возможно нет посмотрим кстати сколько раз я хотела зайти вот этот вот сейчас покажу вам я не покажу ближе подойдем потом там третиковская галерея новая да я в старый был в третиковской галереи а в новой еще не было внутрь мы заходить не будем просто по территории погуляем пройдемся А вот, собственно, вход в парк Горького. Кстати, я пока ходил по Коломенскому парку, я его так хорошо изучил. Теперь я думаю, что даже ночью я там не загружусь. Я там реально знаю все овраги, все тропинки. Ну, везде прочь-то прошел. Ну, а сейчас будем гулять по городу. И следующие несколько видео тоже буду снимать по городу. Ну, интересно по городу гулять. Единственное, что мне нужен, микрофон хороший для того, чтобы... У меня было слышно, а не слышно машину. Ребята, первое здесь в этом переходе. Прикольно. Прикольно. В общем, прикольно, ребята. Картины можете себе что-нибудь здесь приобрести. «Волчат». Поделки все-таки из дерева. Так. Нормально так в переходах картины продают. Обычно всякие там шлепки, одежда, всякая мелочевка. А тут картины неожиданно, на самом деле. В общем, ребят, сюда сейчас тоже зайдем в этот музеон, как он правильно называется. Сейчас вам покажу, ребята, зацените. Вот, музеон. Ну, я точно не знаю. А, нет, да, все правильно я говорю. Музеон. Ну, попозже подойду еще, засниму. Сейчас я хочу сначала сходить на мост, посмотреть. Ну, вот сюда мы потом пойдем. Так, ну, сначала на мост. Потому что надо заценить вид с моста. Кстати, у кого нет возможности путешествовать по Третьяковской галереи, ну, не новой, а старой Третьяковской галереи, то просто заходите в Яндекс.Карты, включаете панораму вид и через панораму вид путешествовать по Третьяковской галереи. Конечно же, ребят, там будет, так сказать, все старое, да, вот старые съемки картин. Но все равно это интересно. Вот. Может быть, что-то новое вы не увидите, но все равно я таким образом тоже, когда придумал загадки, различные головоломки, я пропутешествовал всю Третьяковскую галерею, обошел через панораму, ну, через карту онлайн, Яндекс. И, собственно, тоже хорошо изучил. Вот мы пришли. Вот это автомобиль, ребят, на самом деле. Смотрите. Музеон мост культурных автомобилей. Ничего себе. Не знаю, что это за марка, но, как знаете, фильм старо-американский посмотрел, как бы это, там такие машины раньше гоняли. Так, ну и вон там должны быть выставки картин. Сейчас покажу, ребят. Сейчас нет их, конечно. Но в каком-то году я мимо проходил, там были выставки. Так. Поднимаемся. Кстати, ребята, это... У меня в последнее время камера стала записывать частями. Не знаю, что с ней случилось. На стройках все перелазил, но она записывается всего на частями, то есть 17 минут или 24 минуты записывается. И как бы частями режет. Может быть, качество надо поменять. Все, я поднялся на Кремский мост, ребят. Но не полностью. Мы еще чуть-чуть дальше пройдем. Но тут тоже вид пушка. Вид хороший. Сейчас, ребят, поднимемся, я скажу, куда мы пойдем дальше. Куда Малак уходил. На середину моста дойдем. Не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Ну я думаю нормально, вот отсюда поснимать сейчас В принципе, хорошо видно уже обе стороны Вот он один вид, а вот он, ребят, второй Машина движется, здесь кипит, так сказать Но вид хороший Через музеон мы пойдем, ребят, вот сюда На Болотную набережную Все, ребят, теперь возвращаемся Зайдем в этот музеон, я там ни разу не был Посмотрим, что же там такое Есть интересное, может там вообще ничего интересного нет Но все равно надо сходить туда Потому что сколько раз я проходил мимо здесь И ни разу не заходил Но в этот раз обязательно зайду А потом подойдем к этой набережной И вот над рекой пойдем туда К этому кораблику Не знаю, может там с камеры заходить или нельзя О, а вот тут, кажется, есть вход Не обязательно, что есть центральный Вот тут я вижу, есть проход Вот здесь И там справа мы и зайдем Субтитры сделал DimaTorzok О, кстати, не зря я сюда спустился, ребят Сейчас будет супер кадр У моста вид снизу называется О, и тут еще такие скамеечки Ну, реально, как-то классно придумали Хорошая идея Заценим Солнце светит? Ну, ладно Кстати, можно, в принципе, на будущее Приобрести топорат И когда будет хороший вид Делать хорошие фотографии Потому что не всегда можно Не всегда можно, ребят Найти место, где будет классно Посмотрим, что в этом Модионе Что там есть вообще Также, ребят У меня в планах на будущее Купить Еще один аккумулятор На карту памяти Просто для того, чтобы Продолжать снимать, когда батарея кислородится Потому что в целом Аккумулятор старый Хватает всего лишь на час Вот И долго я особо не поснимаю Ну, бывает на полтора часа По-разному, как зарядиться Но в этот раз я долго держал На зарядке Не должен подольше И мы поснимаем Побольше Ну, тут все пусто, ребят Видите, да? Никаких картин Никаких выставок Субтитры делал DimaTorzok Зайдем в него опять Ребят, какой-то памятник Не знаю, что за памятник Сейчас зацените Я развернусь Солнце вслепит, ребят Не знаю, насколько вам видно Но зато вы трактор видите точно хорошо Разукрашенный трактор Нет, тут же его может По сути Так разукрасить тракторы Которые брошены В деревнях особенно Их много таких может стоять Так, ну, пока что здесь у нас Особо ничего я такого не вижу Сверх интересного Вижу, у нас тут домик какой-то маленький Ну и все Ну, в общем, понятно Просто парк А нет Вижу впереди какую-то руку Большую руку, кстати Наверное, тоже типа памятника Ну, тут, кстати, много памятников Вон еще Вашние памятники Так Ну, понятно В общем, вот у нас Третьяковская галерея Мы когда-нибудь тоже здесь побываем Может быть Кстати, там не только памятник, ребят Сейчас мы подойдем Там еще какой-то конь сверху стоит С крыльями И типа что-то фонтан Отсюда вижу В общем, здесь памятников много Еще вот здесь Вот там два штука стоит Вот памятник детей каких-то маленьких Страшные памятники Ну, вот это, ребят Я реально не видел Интересно Статуи какие-то Либо тут фонтан И вокруг него статуи Либо я не знаю, что это Ну, это надо реально обязательно заснять Не зря я сюда зашел Что здесь за камни такие фигуры Не, ну это круто Огромная рука И фигуры различные Надо поснимать реально Вон он, конь с крыльями, ребят А вот фигура Не, вот это прикольно Рома такая Кстати, а что я торможу? Можно же спуститься Редкие носороги Ну, тут некоторые не увидели С другой стороны Ну, ладно Ладно Тут можно долго Вот как в каждом камне ходить Но в целом, ребят, интересно Е-мое Объедете, не знаю Просто огромные Сдалека, кажется, небольшие Огромные камни Огромные камни Я вас тут выбираю Я выбираю Искусство. О, ребят, вот-вот самый-самый крутой памятник, я сейчас вам покажу. Надо же такое придумать. Так, это я снимал, я снимал. Кстати, ребят, Пушкин, хотите заценившек? Я не знаю, он это для него, но похож. Вот деревянный солдат, кстати, единственный деревянный памятник здесь. Еще один Пушкин, кстати. Сейчас спереди посмотрим. Деревянные солдаты. Это типа ангелы, наверное. Не, не хочется даже уходить, ребят, надо прям реально на всех посмотреть. Так, потом сюда пройдем. А, нет, тут огорожен, ребят, тут не пройдем. Еще один Пушкин. Ух ты, вот что, мимо ходил, ребят, пропустил. Смотрите. Так, надо с другой стороны, правда. Носорог, ребят. С другой стороны надо. О! Какой-то мужик на флейте. Так, ну все. В принципе, классно, ребят. Не зря сюда зашел, не пожарел. Фигур очень много, но они разные интересные. А теперь идем дальше. Так, понятно. Туда пойдем? Ладно, срежем чуть-чуть. Пойдем прямо. Не, ну классно, ребят. Приходите, посмотрите на вот эти вот большие каменные как бы памятники, не памятники, не знаю, статуи. В общем, и они, что интересно, белого цвета. То есть они, скорее всего, очень древние. Некоторые прям, ну вообще прикольно. Вот еще одного заметил. Такой гордый, гордый орел, гордый джигит. Сейчас вам покажу, ребят. Гладко, гладкий такой камушек. Во. Тоже мимо прошел, не заметил. Ну ладно, пойдемте. А то я так долго тут буду ходить. И мы не придем туда, куда хотел. Ну, клево. Клево, конечно. Русалка, кстати. Так, что там у нас? Серб. Еще одни памятники. Ну там Ленин или Сталин, не знаю. Ладно. На камни мне надоело смотреть. Мне хочется идти в ту сторону. Музыка. Музыка. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 У меня тут солнце блестит, я плохо вижу монитор, но надеюсь вы ребят четко все видите, все что я увеличиваю. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну лучше не заснять, ребят. Итак. Реально очень низкие вот эти вот... Вот высота колена, ребят, вот эта штука. Обычно вот эти вот бордюры, они по поясу. Но здесь почему-то они очень короткие. Кстати, вот этот кораблик довольно-таки популярный. Ну не то, что популярный, просто он один такой здесь по Москве ходит красивый. Ну по крайней мере я таких красивых редко видел. Не помню как называется. Ладно, идем дальше. Ну вид классный. Не знаю насколько хорошо передает камера видать, но это... Этот корабль, этот Петр Первый, кстати, это же корабль. И на корабле стоит Петр Первый. Очень большой, реально очень большой. Я сейчас еще сбоку засниму, но это реально здорово. Если бы еще была какая-нибудь возможность людям туда проходить, наверх как-нибудь забираться. Даже за платные услуги. Было бы вообще супер-колассно. Но такой возможности нету. Сейчас сбоку ребят засниму. Чуть-чуть еще прохожу. Отойду максимально далеко, чтобы сбоку заснять. Камера слишком близко ребят. Ну вот так. Ой, 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 ой. ой, 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 ой. ой, 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 ой. ой, 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 ой. Кстати тут не только интересные эти... А сам памятник, тут еще вот домик. Старинные постройки. Щас вам покажу ребят. Такое инфекция. вот смотрите я думаю сейчас уже такое не стоит смотрите это тоже давно обычно в таких круглых местах этот часы вешается и вот тоже неплохо и сзади ребят и вот он тоже домик не знаю как этот домик называется а мы сейчас увеличим посмотрим сейчас мы узнаем так яхт клуба но понятно я я там ремонт или справа такая небольшая возвышенность ступеньками на на загорожен так а мы сейчас что делаем мы переходим эту сторону через ближайший мост прошу следующему если не ошибаюсь этот называется каменный но был у нас кримский мост где мы возле парка горького заходили на мосту был кримский следующий мост у нас будет каменный если я не ошибаюсь о ребят реально это ностальгия когда я делала загадки из видео а там просто панораму включайте в яндекс и гуляете и отгадывайте загадку и там была такая картина с брюсом ли ребят вот реально сто процентов и моих загадках на видео это есть там нужно заходить в яндекс панорамы гулять по улицам и находить нужную там отгадку да и вот там тоже было это вот брюсли на этой улице в общем обязательно на моей главной странице заходить на главную страницу и там будет 8 загадок в общем и можете поискать там есть разные загадки очень там будет одна или две загадки которые именно сделаны на этих улицах и это все можно сделать и походите по отгадывать загадки просто через онлайн я удивлен то что ничего не изменилось те те же самые картинки висят с брюс ли и тогда сколько лет назад как бы было сделано и все то же самое осталось это прям удивительно и вот старая ребят загадка тоже а вот и загадки нужно было отгадать номер самого старого автомобиля нужно было зайти вот этот вот переулок вот туда дальше за шлагбаумом и короче там ресторан и все такое дворики находятся и там когда онлайн вы будете ходить через как по улице через яндекс карту только через за панораму вид вы можете отгадать сюда как он то есть именно гуляя через онлайн сейчас не знаю конечно скорее всего там уже старый автомобиль не стоит но если через онлайн вы будете гулять там реально он стоял как бы он и будет ставить то что это запись черпичные постройки кстати ребята если это будете здесь тоже можно сюда пройти посмотреть довольно интересное место среди этих красных красных кирпичных домиков походить ну реально вот я в живую не был там да но я был там через онлайн панораму гулял по улице и придумал загадки в тех местах и даже если это было по-настоящему чисто через онлайн это все смотрел вот через панораму вид все равно ностальгия накрывает то есть это реально прикольнее так а этот мост виды только строится значит придется идти дальше а ну да там на карте был что такое указано в яндекс черточками видать типа работающий или не работающий на люди ходят я вижу вон вверх пошли наверно все таки он работает конечно должен работать потому что этот мост должен вести к храму христа спасителя его не мог бы закрыть как могут но не должны все для вас музыканты стараюсь тоже для вас я стараюсь для вас и они там стараются как нам попасть на эту сторону как нам попасть на эту сторону так надо подумать отойти сначала тут у нас машин никто не сбей так по идее тут должен быть какой-то проход на мост по идее пойдем посмотрим ребят если проходит на мост и на ту сторону ну там стройматериалы ребят скорее всего а нет вон человек вышел он спалил он спалил ребят он все спалил так теперь я знаю где зайти теперь я знаю где зайти вот оно место вот оно место и тоже так и он но и но и 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 лазер ребят там где никто не лазит все я понял надо было бы тут заходить я сразу тупанул ребят надо был тут подняться и все так идем это правильно это должен на работе Иначе все развалится. У меня вы, ребят, не увидите не только красивые места, но и рабочие места. Как все на самом деле построить тяжелым трудом, ребят? Стройка это самый один из тяжелых трудов. Так, тут проходим, нет? Ну, здесь есть. Кто это, ребят, я не знаю, но нарисовано красиво. Хоть полиция какого-то на стене не нарисовали. Кран, ребят, очень большой. Болгарка. Сверхать не могу этот звук. Трехэтажный домик, ребят, я видел двухэтажный, ну, как бы, контейнеры, где люди живут. Ну, вот трехэтажный, не видел еще. Прямо при нас, ребят, проходит погрузка-разгрузка. Как говорится, главное, чтобы на голову не упало. А что, люди могут подумать, что я контролер. Жду, все снимаю. Как идет процесс стройки. А, вон этот знаменитый ресторан. Я уже не помню, что там случилось, ребят. Но там что-то происходило нехорошее на этом ресторане. Вот сейчас вам покажу, который на крыше. Забыл, как он называется. Тут клуб и ресторан, все вместе. Вот здесь, ребят, на крыше. Просто, помню, по новостям показывали, что тут произошло. Ну, а, собственно, впереди мы видим, ребят, храм Христа Спасителя. Мне впечатляет сам масштаб здания старинного. Какое оно большое. И вот вся эта постройка красивая такая. Мощная. Ну, вот еще заценим вид. Четкий вид. Так, надо чуть дальше пройти. С угла не очень. Сейчас будет, ребят, вообще снимок профессионального фотографа. Сейчас, сейчас. Еще немного, ребят. Во, вот отсюда, наверное, лучше всего. Что ты сел. А тут еще вот интересное здание, ребят, смотрите. Здесь разукрашены, типа, мозаики. Столько всего интересного, ребят. Ну-ка, ну-ка, весь сверху. Сейчас мимо нас будет проезжать. Под нами, точнее. Не, он долго еще будет ехать. Не хочу его ждать. В принципе, там крыша, мы ничего особо не увидим. Так, а с этой стороны что? А, вот-вот, попались. Попались. Не успел до конца приблизиться. Вон еще какое-то старое сооружение. И, собственно, вид на Москву. На центр, ребят, на Кремль. Александровский сад. И Красная площадь. В той стороне. Ну-ка, до конца, если приблизиться. Неплохо, я скажу, хорошо снимает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok